Тверь Тверь В общем, начинать свой путь лучше где-нибудь здесь, между двумя мостами. Самый известный мост города Старововский возведен в 1901 году в готическом стиле. 50 лет спустя рядом с ним появился еще один, который назвали Новым. Тверь и ее небольшая историческая часть прекрасно подходят как для путешествий, так и для романтического уикенда. Это город цветов и старинных зданий. Маленьких кафе и ресторанов, большая часть которых расположена вот в таких небольших особняках, домах застройки 18 века. Уютные гостиницы и хостелы также находятся в основном в центре или непосредственной близости от него. Пробок здесь нет, город небольшой, основные достопримечательности можно обойти за день. Достаточно взять карту с их указаниями в местном туристическом центре. Здесь же есть и подробная информация о том, где проходят главные туристические маршруты города. Над рекой, между Старым и Новым мостами, у самого берега стоит памятник знаменитому тверскому купцу Афанасию Никитину, который в 1469 году ушел с торговыми кораблями вниз по Волге. В Тверь он не вернулся, путешествовал до конца жизни, зато открыл морской путь в Индию и оставил первую в истории летопись купца-путешественника, которую так и назвал «Хождение за три моря». Тверь – один из древнейших городов России, когда-то это был очень сильный центр Тверского княжества. Основанный в 1135 году, город не раз претендовал на звание столицы русских земель. Но в итоге отдал первенство Москве и ее князю. Сердце древнего города – Тверской Кремль. Когда-то стоял вот здесь, на слиянии двух рек – Волги и Тьмаки. Рядом с этим местом сейчас расположены обелиск и остров Панть. А о древности напоминает церковь святого Михаила Тверского. Знаменитый князь Михаил Тверской вошел в историю как один из самых сильных правителей Древней Руси. Он бился за первенство с московским князем и монголо-татарами, которым добровольно позволил казнить себя, чтобы не подвергать разорению этот город. Православная церковь причислила его к лику святых. Как в большинстве русских городов, свой след в Твери оставили все эпохи. Здание сталинской неоклассики соседствует здесь с древними церквями и монастырями. На слиянии рек Тверцы и Волги стоит женский монастырь святой Екатерины. На берегу реки Тьмаки расположен Христорождественский женский монастырь, основанный еще в 15 веке. Правда, большая часть обители была построена позднее, в 18 и 19 веках. Последним здесь появился собор Воскресения Христова, возведенный в неорусском стиле в 1913 году. Самое древнее здание Твери – вот это Белая Церковь. Ее здесь так и называют – Белая Троица. Официально – Храм Троицы Живоначальный. Построен в 1564 году. Очень многие отмечают, что внешне Тверь напоминает маленький Санкт-Петербург. Это действительно так. Династия Романовых и, в частности, Екатерина II много сделали для того, чтобы внешний вид Твери соответствовал стандартам классической архитектуры. Благодаря этому Твери присуще стать большого города. Широкие проспекты соседствуют здесь со старинными узкими улочками, хранящими свою историю. На улице Советской, бывшая Миллионная, в 1764 году по проекту архитектора Казакова был возведен императорский путевой дворец. До революции здесь останавливались члены царской семьи. Также вплоть до 1917 года дворец был резиденцией губернатора. Потом здание забрали большевики. В те годы новые хозяева города уничтожили большую часть тверских памятников архитектуры. Путевой дворец, к счастью, пощадили. В его покоях сейчас музей. Также с 1937 года здесь открыта Тверская картинная галерея. Дойти до путевого дворца несложно. В Твери все рядом. Достаточно просто прогуляться по центру, вдоль набережной или по Советской, главной улице города. В двух шагах от дворца расположен сквер, посвященный русскому баснописцу Ивану Крылову, который провел в Твери свое детство. До XVIII века центр города был в основном деревянным. И как раз во время правления Екатерины II сильно пострадал от пожара. Узнав об этом, императрица велела лучшим архитекторам того времени превратить Тверь в парадный губернский город на Волге. Среди тех, кто восстанавливал сгоревшую Тверь, были Росси, Казаков, Никитин, Растрелли. Центр пришлось отстраивать заново. Известно, что архитекторы опирались на опыт строительства зданий Рима, дворца в Версале и, конечно же, Санкт-Петербурга. Если внимательно посмотреть на город сверху, можно заметить, что так и есть. Например, Советская площадь по строению действительно похожа на резиденцию французских королей. А география Тверских улиц и площадей и правда имеет сходство с Санкт-Петербургом. Кстати, Тверь, так же, как и Санкт-Петербург, нравилась Пушкину. Памятник поэту стоит в городском саду возле дворца, а за его спиной открывается удивительный вид на город. Если пройти сквозь этот сад, потом через сквер мимо театра драмы, можно увидеть еще одного человека, который вписан в историю города. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – известный политический деятель царской России. Он был не только писателем, но и вице-губернатором Тверской губернии. В Твери на улице Рыбацкая открыт его музей. В первые годы после революции Тверь сильно пострадала. Много разрушений принесла и Вторая мировая война. После нее очень многое пришлось восстанавливать и отстраивать заново. Кстати, до 1990 года Тверь носила имя, вернее, фамилию всесоюзного старосты, и называлась город Калинин. В советской, главным образом военной истории города, посвящена отдельная экскурсия. В 1941 году немцы прорывались к Москве через Тверскую область, и на ее территории шли кровопролитные сражения. Тверь – город воинской славы. Здесь несколько музеев, посвященных этому периоду, а экскурсия включает в себя возможность выехать за пределы города. Тверь, кто не увлекается историей, могут просто идти вперед. Причем даже не заглядывая в карту. Заблудиться здесь практически невозможно. С одной стороны река, с другой – уютный старинный квартал. Пешеходная улица здесь одна, это Трехсвятская. Она, пожалуй, самая популярная в Твери. Ее часто называют Тверским Арбатом. Улица пешеходная, здесь стоят художники и продаются сувениры. Трехсвятскую улицу пересекает бульвар Радищева. Кстати, сюда вместе с историками и романтиками обязательно приезжают поклонники Михаила Круга. В общем, это еще один Михаил, который любил этот город. Прогуливаясь по центру Твери, так или иначе придется дойти до городского сада. Здесь же расположен и один из старейших кинотеатров Твери. Здание сохраняет свой внешний вид с чертами сталинской эпохи, хотя внутри уже давно современный развлекательный центр. Когда наступает вечер, а за ним ночь, время для прогулок не заканчивается. Город приобретает особый шарм. Кафе заполняют посетители, на улицах становится больше людей. Город отдыхает и становится еще красивее. Маленькие магазины, яркие вывески, вечернее освещение. Твери – своеобразный и очень уютный город, который обязательно стоит увидеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова